Всем привет, бонжур, хеллоу! Сейчас буквально быстренько одной строкой о новостях и переходим к вкусненькому. Масленица пришел! Новости, которые порадовали топ лучших канадских новостей. Здравствуйте, здравствуйте! Джастин Трудо доказал, что умеет правильно рукопожаться. Тут главное твердо держать руку и не давать ею манипулировать. Вспомним, что истории известны и другие примеры. И еще одна неплохая новость. Федеральное правительство решило забыть миллионы студенческих кредитов, поскольку не надеется вернуть эти деньги обратно. Прости нас, Леопольд, мы больше не будем. Леопольдушка, прости нас. В прошлом году федеральное правительство закрыло глаза на 34 тысячи студенческих займов. А это 176 миллионов долларов. Эх, вот так бы и сморзичем. Ну и главная новость. Тысячи канадцев ровно в 2 пм устанавливали новый мировой рекорд Гиннесса. Делали снежных ангелов. По мнению организаторов, канадин Sky Patrol, они выглядят именно так. Монреаль не был активен в этом увлекательнейшем мероприятии, поэтому сгладить этот неловкий момент беру на себя. Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите, народам мира наш привет. Ну, пока мы тут в снегу кувыркались, настал момент, че масленица пришел. Блин на масле, как это вкусно, со сковородки, да, на тарелку. Блин с повидлом, да, со сметанкой. На свете нету еды вкуснее. О том, как монреальцы провели масленичную неделю, мы сейчас расскажем. Наши хроники. Еще гости подходят уже в фонд нашего... Спасибо, Валечка, спасибо. Спасибо, здравствуйте, проходите, проходите. Забытое понятие квартирники наши монреальцы сохранили и дополнили содержанием. Булять масленицу от пуза и заодно сделать доброе дело пригласила семья Волковых. Дело в том, что их дочь сейчас в Ванкувере и прониклась проблемой молодых людей, кто по разным причинам оказался на улице. Родители поддержали. Организовали такую акцию. Молодежь более-менее успешная, которая работает, которая как бы достаточная, самодостаточная. Собрать деньги на то, чтобы содержать одного человека вот в этих приютах. Это приют для бедных, именно для молодых, для молодежи от 16 до 24 лет. Так и пошла идея в жизнь. Помочь хотя бы одному трудному канадскому подростку в щедрую масленицу – это круто. Напекли блинов, накупили водки и будем праздновать. И там, и сям. Радует, что наши уже здесь живут канадской жизнью. Дети, которые разделяют эти чаяния все-таки уже канадской, канадского государства, канадской молодежи. Это очень важно. Очень важно. Вот в Сан-Франциско день рождения моей внучки был, я рассказал. И мы тоже для детдома в городе Донецке люди собрали 720 долларов. Ребята, здорово живем, красиво, а стол какой. Прямо так и хочется сжертвовать. Так, выпить, закусить и пожарить. На то и зовется Масленица Широкой, чтобы никто не остался неохваченным блинами. Поэтому это время ходить в гости. Здравствуйте. Здравствуйте. С Масленицы вас. Александр Иванович, уважаемый, приветствуем. Мы пришли вас навести, поздравить с праздником Масленицы. Знакомьтесь, кто не знает. Александр Иванович Морозов, 91 год. Участвовал мальчишкой в Великой Отечественной. Служил на подводной лодке. Ордена получил. А в не менее сложное мирное время работал в МВД. И сегодня крепкий парень. Вот только жениться не хочет. Это орден Красной Звезды. Это орден Отечественной войны 2-й степени. И это орден Отечественной войны 2-й степени. Настоящее открытие – это, конечно, сам Александр Иванович. Которому, напомним, 91 стукнуло. Но попробуйте в ваши годы сделать привычкой поутру планочку 50 раз. Отжимания и качалку с гантелями. А он может. Для аппетита у меня рюмка водки. Такие времена, такие нравы, сказал бы Познер в этом месте и замер в поклоне. Наш герой – свободный пользователь интернета с нормальным пониманием жизни, ситуации и страны, в которой живет. Коммунисты были ради должности. То есть ради работы. Потому что, коль скоро закончил юристом, вне партии ты никто не что. У меня тело только здесь. А душа там? Душа там. Она никуда не уходила. Александр Иванович – один из ветеранов, которых в Монреале на пальцах посчитать можно. И тем радостней, что не забывают, навещают общественники. И не только перед 9 мая, но и в Масленицу. А самая лучшая монреальская Масленица пела, плясала, визжала от радости в русской школе грамота. Веселые скоморохи пригласили всех на Масленицу прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Школьники восприняли призыв буквально и веселым шумом растопили февральские окна. Температура в этот день была плюс 15. ПОЕТ Сначала дружный хоровод, а потом добрые молодцы из классов лис и львов сошлись в серьезном поединке. Отгадывали загадки и наряжали на время масленичную куколку. От веселых забав в стороне не остался никто. Но самым эмоциональным стали традиционные забавы на ловкость и скорость – прыжки в мешках. А перетягивание каната между лисами и львами стало последней батальной сценой в борьбе весны с зимой. Так что если упорно, искренне, с чувством и визгом желать весны, то она непременно наступит. Проверена пятиклашками из школы грамота. На сегодня это все. Радуйтесь жизни и смотрите программу «Привет! Бонжур! Хэллоу! Всего доброго! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин